ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Вот что он делает, когда за ним не присматривают папа с мамой. Изобразник, каких поискать. Крушит всех на своем пути, однако и ему доставалось. Но то, что он талантлив, то, что он очень остр, то, что он звезда, это очевидно. Он любит боксировать, любит серьезных соперников и любит побеждать. Нормальные качества для спортсмена. А это Даг Вайни. Чемпион турнира 2007 года Даг Вайни. С Добитым Самедовым сражался настолько яростно. Мы помним этот бой. И Даг выиграл. Хотя болели мы за Добитого Самедова. Победа над Александром Печкуном. Тоже в активе Даг Вайни. И вот два таких яростных и очень техничных боксера сегодня сойдутся на ринге в Final Elimination в Сеуле. Банер Хадди vs Даг Винни. Турнир Final Elimination. Это, по сути дела, последний бастион, который нужно взять на пути к главной крепости. К финалу Токио. Чемпион мира K1. Это высочайший титул. Сейчас Сэмми Шилд. Это Реми Баньяски, Эрнесто Хуст, Питер Айрц. Ну а людей с великими, громкими, звездными именами. Здесь по-прежнему очень много. Даг Вайни. Новая Зеландия. Выпускник Академии Рэй Сефо. Рэй молодец. Его Питер Академия. Это, конечно, серьезное заведение. Ну а в Баг Вайни прекрасный и боксер, и боец Муай Тай. В 2004 году в Афинах он был в олимпийской сборной Тонго. Ну а в этом же году он завоевал титул чемпиона Океане. А ребята там крепкие. А кулаки у них тяжелые. А головы непробиваемые. Однако в Даг Вайне смог стать чемпионом. И вот то, что он здесь на ринге Кей Ван, это его характеризуют с лучшей стороны. Потому что здесь, как правило, особенные люди. Бадр Харри. Ругается. Каждым встречным, поперечным. Заводит его. Ой, как заводит. Мелвин Манхофф. Знаете этого крепыша-коротыша? Кстати, и Бадр, и Мелвин встречались с Русланом Караевым. И оба побеждали нашего молодого и очень талантливого спортсмена. Готов ли ты подняться на ринг? Спросил свой себя. Спросил разрешение у высших сил принять это испытание. Попросил поддержки. И вот он здесь. Без компромиссов. Без поблажек. Без скидок. Дагуань. Сто килограмм. Метр восемьдесят девять. Три победы. Ноль поражений Один бой выиграл нокаутом Махмуда Паузи Бадр Хари Шесть побед Два поражения Одно поражение от Руслана Караева Четыре боя выиграл нокаутом Этот спортсмен Рост Бадра Метр девяносто семь Вес девяносто четыре килограмма Они близки по росту Они близки по весу Хари немножко повыше Ну а несмотря На Травмы На сломанный нос Всевозможные рассечения Бадр Хари остается по-прежнему Вполне фотогеничным И очень грозным На ринге Так в Вайне Белые трусы С золотым поясом И Бадр Хари Как всегда в черных трусах Очень опасный был момент В Вайне Просто Очень взрывной Несмотря на то что В Новой Зеландии опасных животных И больших хищников нет Все это компенсируется Наверное тем Что люди очень отважны И В бою Чрезвычайно яростны Я не могу Вспомнить О Твоей любимой И самой Мужской игре На планете Земля Которая называется Регби Так вот Новозеландцы Они конечно Очень любят Регби И Команда Только что Завершившегося Кубка мира Не смогли Австралийцы Блеснуть Парижи А вот Англичане Сражались Со сборной ЮАР И Спринбокс Междунафриканская Сборная Выиграла Очень красиво Выиграла Этот Решающий Финальный матч Став чемпионом мира Ну вот У меня полегчало Немножко на душе Регби Форева Бойцовский клуб Навечно Потому что Все мы С рождения Ну я имею ввиду Мальчишки Оказываемся Не просто записанными А Действительными членами Бойцовского клуба Просто многие Об этом не подозревают Ну жизнь Нет-нет Да и напомнят нам Об этом А в ринге По-прежнему Бадр Харри И до Гвайни И первые Атаки Гвайни Вроде бы Слегка смутили Харри Но Ненадолго Сейчас он В своей Техтовальной Мушкетерской Манере Пытается Пронзить Новозеландца Ахарри Ахарри Он сгребает Сметает И Трамбует Ему нужно Лишь попасть Пошел в ноги Сложился Немножко И мог Нарваться С левой Ноги Или Боковым Мог припечатать Бадр Харри Тем, что Уже на фоне Усталости В казалось бы Сложной ситуации Он наносит Настолько Быстрые Настолько Точные Настолько Опасные Удары Что Снискал Славу Очень Очень Грозного Спортсмена Без поражения Идет Бадр Харри Почти Дважды Он споткнулся На своем пути И Здорово Помогли ему В этом Руслан Караев И Питер Грэм Больше Не очень После этих Двух Поражений Бадр Уступал Кому-либо В основном Он Отвечал Отвечал Достойно И С Русланом Поквитался И Питеру Досталось Перчатки Вытирают Во-первых Они Могут быть Просто мокрыми Скользнуть А кроме всего прочего Они могут быть И Растирки Тела Перед боем Разогревают Иногда Перчатки В глаз Кроме Разогревающая Мазь Очень Очень Начинает Сжечь И задача Рефери Все это Увидеть Все это Предупредить Войне И не Подсаживался И не тянулся Вверх Он просто Бил Ну а Харри Харри Отвечал Тоже опасно Вот такие Шибки Из них И состоит Бой Сейчас Висок Пробивал Бадр Харри Много Открывался Войне Левая Перчатка Была Далеко От головы Бадр Харри Безморокко Прекрасная Страна И вот Справа Попадает Точно То О чем Я говорил Случилось Как смотрит Как Убедительно Стоит Рефери Предложил Дагу Войне Отправиться В угол И по-моему Сделал Правильное Решение Господин Рефери Мелдин Манхо Такой Казалось бы Небольшой Но какой Здоровый Селища Хоть Отбавляй Это было Чисто Как он Щелкнул Это Бадр Харри В своей Манере Да 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 Длинный Прямой Удар Который Сделал бы Честь Любому Боксеру Профессионалу Но имеется ввиду Классический Бокс Ну а здесь В этой Карусели И работают И руки И ноги И колени Очень Сложно Боксировать В традиционной Манере Но Удар Есть удар Очень доволен Собой Бадр Харри С минимальным Ущербом Почти не пропустил Выиграл этот бой Блестяще Так Вайни Уходят Опечалены И не совсем Поняв Что произошло А у нас Кое-что еще Кот Первое Блестяще Блестяще